Слегка хулиганскую. Но по хулиганствам дальше, у вас же есть эпиграмма на того, кто рядом с вами. Да, Андрюша Волков когда-то мне очень помог. Приезжает укупник на радио, месье Кашевский задерживается. Простите, у нас есть звоночек, продолжим. Алло, слушаем вас. Доброе утро, пожалуйста. Да, доброе утро. Как вас зовут? Александр. Вот, отвечайте на вопрос тезки. Ну, я думаю, наверное, в 94-м. 94-м. Сегодня понедельник, точно. Ну, не дадут. Станин, сегодня 7 ноября. Да, с праздником. Верно, правильно, выиграли. Пожалуйста, не кладите трубку, для того, чтобы мы могли рассказать, как вы получите свой фриз. Спасибо за победу. Ну, что, к Волкову? Немножко. Ну, давайте. Значит, Волкова я посадил, как меня Кашевский сажал на телефон. Я говорю, Андрюха, посиди, поможем укупнику. Но все-таки пришел человек на радио. Пришлось мне неподготовленному делать интервью. Вот. И Андрюше Волкову посвящено такое. Значит, когда-то мы делали на Новый год, пардон про себя так получилось. За два дня что-то такое придумал около 40 эпиграмм. Вот. Потом все это распространилось, развилось и так далее. И получилось, что перед Лигой я сделал фантазию. Как бы мы могли отметить Лигу? Ну, тут будет, естественно, тема такая. И Волкову такие несколько строк. Волков, как всегда, был недоволен. Секси-секси лейди пел по-русски. Мнил себе, что он, Эдитар Болын, раздавили литр без закуски. До утра ему кошмары снились. То, что Эдитар был совсем не болен. Пэтшоп-бойс на Пасху развалились. Вернисаж закрыли. Он уволен. Есть вот такое. Вот такие страшилки. Добрые. Ну, добрые, я думаю, все-таки. Я добавлю лишь то, что у Александра есть еще очень много. Ну, вот около 40, наверное, уже более чем 40 эпиграмм на известных, менее известных деятелей нашего радио- и шоу-бизнеса. Что очень даже интересно. И часть из этих эпиграмм вы прочитаете в книге, которую мы сегодня как раз и разыгрываем. Хотя там их минимум. Спасибо тебе. Ну, еще что-нибудь? Нужно. Ну, давай. Так, ну, давайте такое маленькое. С началом, серединку викидом и конец. Давайте, с началом и конец. Так, значит, культ поход на Турандот, что-то под Высоцкого. Был вчера я в оперном театре. Вечером давали Турандот. Полтора часа в амфитеатре чувствовал себя как идиот. Был бы хоть Онегин или паяц и понял бы, насчет чего поют. Но на сцене сплошь одни китайцы, тенорами римскими снуют. А разобрались с другом по программке. Итальянец оперу писал. Все же, сохранив приличие рамки, из кафе вернулись снова в зал. Дернули в антракте по бокалу. Стало весело да и теплее сидеть. Сильно мы руками не махали. Вышло все же кое-кому задеться. Ну и концовочку, да? Серединку мы выпустим. Чем это все закончилось? Да. Мы в кафе зависли до финала. Помню, уронили чей-то торт. Третья часть уже не колыхала. Разбудил в конце какой-то черт. В общем, повезло тому эстету в бабочке и черной бороде. Из него бы сделали котлету, но не обнаружили нигде. Мы пальто последними забрали. Нас мужик в фуражке проводил. А в кафе бармены призывали, чтобы я с другом чаще заходил. На культуре не хрен экономить. Мы пропили лата в 50. В опере мы в первый раз сегодня. Жаль, в меню нет с хреном поросят. Александр Джимовский. Утро ЛВ. Далее рубрика «Мотор». Мотор заканчивается. Но гость еще с нами. И мы еще хотим, я не знаю, я лично хотела попросить, можно мне озвучить одно из ваших стихотворений. Вы, Александр, пока выбираете краску и оставляете автограф или какой-нибудь рисунок на нашей... Ну вот черной. Можно разрешите мне память Высоцкого? Ну, если получится, как у радиоведущих. Черную краску, пожалуйста. Да, а вы можете передвигаться пока. Туда, пожалуйста. Итак, 25 июля 2000 года. Памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Как пластинку заела, секунды стучат. Все вокруг онемело, они не молчат. Кто был другом, кто не был, и не разберешь. На мгновение мне бы правды вылечить ложь. Из завистников этих народились друзья. Вот бы жизнь, как кассету отмотать, но нельзя. Лишь во сне безрассудном перемены всерьез. Не затоплено судно вдовы без слез. Это посвящение Владимиру Семеновичу Высоцкому. А наша программа продолжается. Мы с вами прощаемся до завтра. А сейчас, в ближайшие 20 минут, советуем, от души советуем вам поговорить, послушать и поговорить. И подумать о собственном здоровье. Итак, у нас впереди 20 минут о здоровье со Светланой Делой, которая появится в этой студии. Ну, а прямо сейчас у нас видеоклип. Всего хорошего, до завтра. Счастливо. Мы все живем в пазлах распавшейся игры В головоломке наших надежд Мы бродим в мозаике глубокой норы Мы ждем ответа Три тысячи лет Но не закройте глаза на это Выхода нет Потому что ты пазл Ты не поймешь это сразу И чтоб ты не делал Ты пазл Потому что ты пазл Ты не поймешь это сразу И чтоб ты не делал Ты пазл Пазл Порышим заводы Но строим фабрики И мечтаем Оставить свой свет Мы виртуальны И боимся людей Не знаем вопросов А ищем ответ И закрываем глаза на это Выхода нет Потому что ты пазл Какая модная фраза И чтоб ты не делал Ты пазл Пазл Потому что ты пазл Какая модная фраза И чтоб ты не делал Ты пазл Пазл ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы закрываем глаза на это Выхода нет Потому что ты пазл Ты не поймешь это сразу И чтоб ты не делал Ты пазл Потому что ты пазл Какая модная фраза И чтоб ты не делал Ты пазл Потому что ты Потому что я И чтоб ты не делал Ты пазл Пазл Потому что ты пазл Это такая зараза Это такая зараза И чтоб ты не делал Ты пазл 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 Пазл